Заболевание легче предотвратить, чем лечить, утверждают медики. Так, в 2015 году для того, чтобы обезопасить детское население республики от заболевания зубов, было введено новое профилактическое мероприятие – герметизация фиссур, эффективное лечение кариеса. Этот способ защитит зубы маленьких пациентов более чем на 5 лет. Также необходимо регулярно посещать стоматолога в целях профилактического осмотра. Это позволит контролировать состояние запечатанных зубов. Процедуру могут пройти все дети, сказала главврач. Мы ввели герметизацию фиссур специальными герметиками во все школы и во все наши кабинеты стоматологические. Процедура совершенно бесплатная. В минувшем году за помощью в стоматологическую поликлинику обратились более 30 тысяч маленьких пациентов. Несмотря на эту цифру, процент удаления постоянных зубов у детей за отчетный период снизился в разы, отметила Зара Хатукаева. Разрешилась и многолетняя проблема лечебного учреждения. В марте заработает рентген-кабинет, который будет оснащен современным дентальным стоматологическим аппаратом и визиографом, что скажется на качестве лечения, а также ускорит работу врачей, отметила Зара Давлетовна. Также активно ведется работа стоматологов на базе общеобразовательных школ Черкеска. Всего в 2015 году пролечили 5400 школьников. Мы чувствуем, что в поликлинике детишек стало намного меньше из тех школ, в которых ведется работа врачами-стоматологами детскими. В первую очередь это профилактическая направленность, потом вторую – это лечение зубов в один сеанс, особенно осложненных кариесом. В прошлом году стоматологи и медицинские сестры прошли курсы повышения квалификаций. Все они имеют сертификаты соответствия. Врач-стоматолог Людмила Бойко работает в детской стоматологии более 40 лет. И этот год стал для нее особенным. Ей присвоили звание отличник здравоохранения Российской Федерации. Каждому маленькому пациенту у Людмилы Бойко особый подход. Доктор поможет преодолеть страх маленького пациента и сохранить зубы здоровыми. Я не боюсь идти к стоматологу, поэтому мои зубы хорошие. Я очень люблю свою работу и детей. От всей души хочется, чтобы дети меньше обращались за помощью в стоматологические поликлиники. Особенно маленькие, потому что это связано все равно, как бы мы ни сорвались, с болью. И какие бы методы обезболивания не применяли, ребенок, извините, полтора года, все равно ему трудно будет понимать, что доктор будет безболезненно начинать лечение зубов. Поэтому, конечно, важно профилактическое лечение начинать с ранних этапов. В соответствии с утвержденным штатным расписанием, в лечебном учреждении предусмотрено 30 врачей-стоматологов, 39 средних медицинских работников и 15 младшего медперсонала. Но вопрос неукомплектованности остается открытым, отметила главный врач стоматологической поликлиники. После подведения итогов лучшие медицинские работники Республиканской детской стоматологической поликлиники были отмечены почетными грамотами и ценными подарками. Александр Коваленко, Рашидоков, Вести, Карачаево, Черкесия.